Хватит Ходорковского, хватит Магмитского, приглашаем вас на зимнюю рыбалку. Реки скованы раньше времени, зима пришла сейчас. Правда, самолеты уже переполнены, и летом тоже трудно на рыбалку попасть. С экологией хорошо становится, слава богу, федеральная программа сейчас заработала. И река чистит, протоки чистит. Стало хорошо и с разведением промышленным рыболовством. Но вот бюрократия со стороны госкомрыболовства продолжается. Вы знаете, эта история старая уже в Астрахани. Тянется, длится, митинги были. И вот сейчас, в этом году, госкомрыболовство ввело новое правило, согласно которому рыбак простой, обыкновенный, который на лодке, на байде выезжает в камышах, ловит, перетягивает сеть, приравнен, теперь уже оказывается, он стал капитаном морского рыболовского судна. Такого же, как обойные флотиры, такое же, как кефаль, когда ловят на Черном море. И ему вменили вот этими правилами, и проверяется с него строго, чтобы у него был обязательно промысловый журнал, чтобы у него обязательно были правила рыболовства и оригинал разрешения на лов, где он должен в этом промысловом журнале показывать широту, долготу, где он находится, лова. И после каждого притонения, после каждого перетягивания в сети, учитывать, сколько он поймал там щук, сколько поймал там сазанов, ну, понимаете, это заберекутиризировано уже. А если поймают, то штрафуют. Штрафы для простых колхозников-рыбаков достигают 10-15 тысяч рублей за один раз. Давайте посмотрим. Я обещаю вам, что обязательно к этому вопросу обращу особое внимание и вместе с госком рыболовством посмотрим, что там нужно сделать, чтобы разбюрократить ситуацию. Ну, понятно, чем это вызвано. Вызвано борьбой с браконьерством. К сожалению, в дельте Волги браконьерство полностью не изжито, но создавать невозможные условия для работы легально работающих рыбаков, конечно, нельзя. Я помню очень хорошо, расскажу вам сейчас замечательную историю, когда я туда приехал несколько лет назад, и пресса так как-то не прознала. И мы с утра поехали по этим плавням на катере. Стоит такая лодка, и там, по-моему, четыре рыбака ловят рыбу. Я к ним подъехал, так приподнялся, один из рыбаков мужика повернулся, он на меня посмотрел и начал креститься. Я говорю, ты чего крестишься? Он, когда понял, что это я, он говорит, да мы вчера немножко махнули, думал, привиделось. Но люди там очень достойные, очень работящие, и нужно не мешать, а помогать им работать. Поэтому я вернусь, то есть не то, что вернусь, а обязательно эту проблемку подниму, посмотрим, что там.